12 групп ясли сада номер 53 города Бреста посещают 283 маленьких воспитанника. День малышей расписан буквально по минутам. Игры, прогулки, полноценный завтрак, обед. И, конечно же, для растущего организма просто необходим здоровый дневной сон, чтобы дать отдых нервной системе и всему организму в целом. Во время сна обновляется состав крови, отдыхают мышцы и опорно-двигательный аппарат. Вырабатываются важнейшие ферменты и многие жизненно важные гормоны. И если по поводу возраста, до которого необходим дневной сон, возникают дискуссии, то в самой его необходимости сомнений нет. Сон очень важен для детей дошкольного возраста. Поэтому в дошкольном учреждении мы создали все условия для того, чтобы наши дети могли спокойно отдохнуть, поспать, набраться сил. Ну и когда ребенок хорошо выспался, он, конечно же, активен, бодр. Он готов усваивать новый материал и будет себя очень чувствовать хорошо. Немаловажную роль в процессе сна играет и выбор матраса. Тело должно принять максимально естественное положение. В первую очередь речь идет о позвоночнике, как органе, в который сходятся все нервные окончания. Правильно выбранный ортопедический матрас позволяет расслабиться каждому позвонку и послать соответствующий сигнал о перезагрузке всем мышцам и органам. Для полноценного сна важен ряд и других существенных факторов, пренебрежение которыми чревато серьезными проблемами. Наиболее частыми проблемами, с которыми мы здесь сталкиваемся, является бессонница, храп и остановки дыхания во сне. Чаще эти проблемы предъявляют люди старше 40 лет, мужчины чаще, чем женщины, ну и старше, как часто в популяции. Считается, что 10% людей имеют проблемы со сном. Приблизительно из них треть пользуется регулярно снотворными. В руках человека многое. То есть изменить образ жизни, поработать над весом, убрать провоцирующие факторы, такие как не доложиться в одно и то же время, стараться соблюдать гигиену сна, вставать тоже в одно и то же время, меньше пользоваться гаджетами перед сном, не смотреть телевизор, иметь адекватную и регулярную физическую нагрузку. Если же ситуацию не удается решить самостоятельно, врач предложит пройти полисомнографию. Это обследование, в котором проверяются более 10 показателей здоровья во время того, как человек спит. После этого будет подобрано подходящее лечение. Еще одной очень значимой проблемой сейчас является бессонница у пациентов, перенесших COVID-19. Пандемия оставила след и на сне. Люди не спят, не могут заснуть, просыпаются среди ночи. Когда ситуация неделя-две, надо подождать, организм примет проблему или обозначит ее, человек не будет спать или начнет спать. У нас любая стрессовая ситуация может вызвать нарушение сна. Как я сказал, до двух недель бывает у любого человека абсолютно. Но если эта проблема длится уже месяцы, необходимо обратиться к специалисту. Результаты 153 исследований с участием более 5 миллионов людей четко указывают на связь недостатка сна с диабетом, высоким давлением, нарушениями работы сердца, мозга и других органов. Поэтому делайте выводы, а главное – будьте здоровы!